Встретимся на той стороне двора. Вряд ли найдется много людей, которые ждали от новой игры Chaos Studios чего-то невероятного. Их предыдущий проект, Frontlines, пускай и не был трэшем, но ничего особого из себя не представлял. А поэтому существовала большая вероятность, что ситуация повторится. И в целом она повторилась. Представляем вашему вниманию видеообзор игры Homefront на Playground.ru. Время действия недалекое будущее. Хотя ничего футуристического не покажут, это так, чтобы люди не возмущались. Место действия Соединенные Штаты. На некогда сильную державу напали враждебные корейцы под предводительством безжалостного диктатора. Корейцы оказались столь могущественны и хитры, что скоро поставили США на колени. Установили комендантский час и расплодили братские могилы. В общем, всех угнетают, пора спасать и убивать. С первых же минут Homefront вызывает легкие ассоциации с Half-Life 2. И не столько молчаливым героем, сколько постановочными сценами и общей атмосферой угнетения. Ну и, конечно, тем, что в самом начале герой попадает в лапы узурпатором, но его внезапно спасают. Кто бы вы думали? Силы сопротивления. В компании ополченцев придется провести максимум 5 часов. Столько занимает прохождение одиночной кампании. Поначалу авторы все-таки стараются удивить и даже шокировать. Получается с переменным успехом, но за старание все равно приятно. Нам показывают расстрелы, плачущих детишек, горы покойников, детей-попрошаек и прочую драму. В какой-то момент игрока заставляют спрятаться в самой братской могиле. И в буквальном смысле накрыться рукой трупа. Но уже в середине игры энтузиазм у авторов как-то убавляется. Начинаются тухлые потасовки и пародия на один известный и до маразма популярный шутер. И вот уже приходится и вышибать двери в слоумо, и стрелять во время погони, и тихо прокрадываться через логово врага, отстреливая снайперов. Даже есть аркадные полеты на вертолете мимо игрушечных домиков, деревьев, машинок. А также стрельба с беспилотника с очень странным тепловизором, который на деле просто необычно подсвечивает врагов. Вся эта вторичность так и прет с экрана последние часы. Хорошо, что боевые товарищи не строят из себя суровых пехотинцев или андроидов. Диалоги между ними иногда очень даже неплохие, живые и, главное, вменяемые. Их не смогла испортить даже русская локализация. Но нераздражающие разговоры вряд ли смогут компенсировать тоскливость и неоригинальность последних уровней кампании. Интересно, что Homefront вообще иногда забывает, что он, собственно, шутер. Игра, в которой герои вручают автомат и отправляют всех стрелять. Часто разработчики так увлекаются местечковыми аттракционами, в которых масштаба нет вообще, что начинает казаться, будто кто-то попутал жанры. Больших перестрелок здесь немного, за редким исключением они напоминают стычки. Иногда они слишком, так сказать, аккуратны, будто рассчитаны на тех, кто никогда не играл в шутеры. Чуть реже это настоящий бардак. Но всегда это оппозиционные войны. Бежать в открытую не стоит, иначе смерть быстро найдет. Нужно просто отстреливать набегающие волны врагов, прячась за укрытиями. Иногда для пущего эффекта можно взрывать бочки. Но адреналина в этом никакого. Но самое обидное это финал. Его нет. Homefront заканчивается на полусловия. Как раз в тот момент, когда думаешь, что вот оно, долгожданное. Герои выбрались из огородов и занялись настоящим, серьезным делом. Затем пара общих слов и титры. То, что началось вполне бодро, интригующе, закончилось никак. Ни смысла, ни морали, ни катарсиса. Какое-то успокоение можно найти в мультиплеере. Ему, конечно, не потягаться с Bad Company 2, но побегать некоторое время можно. Локации не маленькие, места хватает всем, и еще остается немало. За полученные очки во время матча можно возрождаться не только как пехотинец, но и как водитель Хаммера или пилот вертолета, можно и в танки засесть. Однако, в целом, непонятно, на что THQ потратила столько денег. Наверное, на раскрутку. Играбельный, любопытный мультиплеер, хорошая музыка и несколько интересных эпизодов, в целом, не имеющих отношения к стрельбе. Этого мало для блокбастера. И очень жаль, что Homefront трудно воспринимать не только как полноценный шутер, но и просто как полноценную игру. Удачи и до встречи на Playground.ru. Питва за мост уже началась. Да, мое время. Рассажир, говори, сталкиваемся. Давайте, плотнее, ниже. Пролетим прямо под этими пушками. Звони, идентифицированные воздушные объекты направляются в вашу сторону. Кто-нибудь их видит? Вот они. Продолжение следует...